Я замерю, сколько имеет действительно оборотов Николай, ты что, серьезно, арматуру гравером будешь резать? Установил сорожку Для автомобилистов Ну что ж, будем подводить итог Неустанно совершенствуй свое искусство, а остальное придет само собой Друзья, всем огромный привет Вы на канале Обзор Электроинструментал И с вами Николай Додошный И по просьбе подписчиков Сегодня у меня новинка от торговой марки Днипроэм А именно, аккумуляторный гравер Модель MG12 Ну и конечно же, все как вы любите Я его буду тестировать и разбирать, смотреть что внутри Пробежимся быстро по характеристикам Данный гравер работает на единой базе 12-вольтовой серии аккумуляторного инструмента Днипроэм Частота оборота данного гравера от 5 до 25 тысяч оборотов в минуту Количество скоростей 6 Есть максимальный диаметр насадки 35 миллиметров Размер шпинделя 9 на 32 И вес данного гравера 250 грамм Поставляется данный гравер тушкой без аккумуляторной батареи В комплект поставки данного гравера идет много разных насадок Это и сверла, и полировальные, и зачистные Также есть и отрезные, и шлифовальные диски И универсальная насадка И вес данного гравера составляет 258 грамм А с аккумуляторной батареей 2 ампер час Составляет 436 грамм Ну что ж, а теперь как всегда дотошно расскажу тем людям Кто покупает в интернете и нет возможности поддержать данный гравер в руках А тем более попользоваться им Сначала дотошно покажу как выглядят насадки Есть ключ сверло, очень много всяких шлифовальных насадок Видите, есть дополнительная цанга Плюс полировальные круги Здесь в таком маленьком тюбике шлифовальные круги И плюс отрезные Универсальная насадка для фрезерования Или для какого-то реза Сделана из такого плотного пластика Винт, который регулирует глубину погружения Как видите, подпружинен, на пружине То есть от вибрации он не будет откручиваться И сама по себе шкала нарисованная Теперь расскажу, что касается самого гравера Вот, как видите, верхняя часть идет полностью прорезиненная Также вот эта нижняя часть тоже прорезиненная Часть корпуса возле регулятора оборотов также прорезиненная Действительно, в этом гравере есть регулятор положений Регулятор ходит плавно, без четкой фиксации И этих положений аж 6 штук Также, как вы заметили, есть индикатор заряда батареи Очень понравилось, что гравер сделан по технике безопасности Если вы берете его в руки и случайно кнопку в сторону Вот так, можете включить, она не включается Нужно принудительно ее нажать немножечко вниз И тогда в сторону И непосредственно гравер уже включается Покажу, как работает индикатор заряда Три цвета Зеленый, желтый и красный Гравер по хвату ничем не отличается от сетевого То есть удобно, нормально лежит в руке Как бы вы его не взяли, удобно, нормально лежит в руке Так, чуть не забыл сказать В гравере есть блокировка шпинделя Это сделано для того, чтобы вы могли зажать разную оснастку Давайте сейчас покажу, как гравер выглядит с этой насадкой Одену ее Пожалуйста, отделе зафиксировали И здесь себе уже регулируйте глубину погружения Так, давайте, не отходя от кассы, на первом положении Я замерю, сколько имеет действительно оборотов 4260 оборотов На максимальные Они на максимальных нам указали, что здесь есть 25000 Ну, сейчас проверим Было бы хорошо, если бы было бы хотя бы 23 27961 Даже немного что-то больше показало Та-дан! Ну что ж, друзья Давайте теперь подивимся, почему продают аккумуляторные граверы Для этого я зайду на Е-каталог В пошуку напишу граверы И видно, что граверов очень-очень много А вы запитаете, а где же тут аккумуляторные? А все очень просто Справа на странице есть разные фильтры Вот, например, выбирайте джерело живления Аккумуляторные И, будь ласка, все аккумуляторные граверы Как на долоне Если вы сидите в вечере за компьютером И светлый экран сильно светит вам в очи Справа вверху на Е-каталог Если у вас есть такой собачок, вы можете ввенкнуть темную тему И с темной темой досить приемнейше передивляться товари Отож, гортаете вниз И дивитеся, ті граверы, которые вам подобаются Добавляете в свой список бажань Та добавляете в таблицу для порівнянь Ось, будь ласка, тушка гравера від Дніпроем Також добавляемо її в список для порівнянь Переходим в список для порівнянь Та порівнюємо Отож, друзья Кому цікаві аккумуляторні граверы Посылання на Е-каталог я залежу в описі під відео Хочуть чуть-чуть, надо ровно ідеально работать Потому що він сразу розлетається І коли починаєте роботи, не сразу погружати його Дати ненашко диску притереться Потому що литьє його може бути, як завжди, неровне Вот покажу вблизи, є, віде, неровне литьє Чтоб він притерся, щоб він був везде-везде притертий Нужно потихонечку подходить к металлу І з гравером обязательно притереться в індивідуальній захисті Так, давайте попробую отрезати небольшой саморез Виставлю где-то средні обороти, плюс-минус на четверки Ну, как слышите, оборотов вполне достаточно Идеально работает, щас ще раз Кстати, если его перегрузить, гравер уходит в защиту Сразу мигает красный индикатор Нужно перезагрузить То есть, это хорошо, защита от дурака Видите, перекосил и разъеделся камень Выставлю чуть обороты побольше, на пятерочку Так, давайте винт потолще Попробуем так же обороты на пятерки Погнали! Защита, это я даванул нормально, так даванул Ну, шо тут сказать, друзья, он для этого не рассчитан Ну, в последний момент, как вы видите, у меня разлетел садец, но тем не менее, отрезал такой винт Гравер на показу, что аккумуляторные батареи еще целые А щас многие спросят Николай, ты че, серьезную арматуру гравером будешь резать? А почему бы нет? Что это будет за тест дотошный, если я не попробую? Мало ли, когда-то кому-то пригодится Попробую выставить почти максимальные обороты Пять с половиной Эх, елки-палки, рукопоп я Поменяю диск Поменял диск, теперь давить не буду А то я слишком уж быстро хочу отрезать эту арматуру Я просто забыл, что у меня в руках гравер Кстати, друзья, и все это время я работаю, и батарея вообще не села Еще один диск, я надеюсь, сейчас отрежу Все, я спокойный, как удав Есть! Одно деление ушло, а щас опять возвратилось Так, давайте сейчас попробую позачищать металл Установил шаровушку В принципе, защищает хорошо ржавчину Одного деления уже нету Установил насадку по дереву, давайте попробуем Ну что тут сказать, кто думает, что гравер садится за 2 минуты, он ошибается Это просто гиперпродуктивность на аккумуляторной батарее 2 ампер час И я считаю, что даже не нужно сюда покупать аккумуляторные батареи 4 ампер час Потому что с этой батареей он справляется на все сто Вы сами видите, сколько я уже работаю И, пожалуйста, одно деление только ушло Так, давайте попробуем посверлить Что тут сказать, круто? Давайте попробую посверлить металл ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА как сами увидели тоже металл сверху тоже если сильно давить уходит защиту но тем не менее работать можно и самое главное что удивляет эта продуктивность я уже это прочувствовал смотрите два заряда я просто не знаю как тупо его посадил реально просто не знаю как его уже посадить для автомобилистов работа по пластику сейчас продемонстрирую более затошно также без проблем по пластику работы но друзья честно я уже не знаю как этот граммер посадить по плитке попробуем поработать меньше обороты так друзья я вот немножечко поработал и давайте вместе с вами посмотрим или биение спинделя есть вообще или нету как по мне я не прочувствовал никакого биения сейчас попробую жестко зафиксировать плюс-минус если сильное биение то сразу будет видно ну как по мне то идеально работает сверло нет никакого биения так давайте друзья попробуем все же досадить эту батарею в конце теста я напишу сколько в общем было продолжительность работы на аккумуляторной батареи 2 ампер час но сразу хочу сказать продолжительность работы огромные а и Так, давайте попробую еще такой щеткой поработать. Осталось одно деление. И смотрите, какую структуру сделал. Как будто брашировка составила дерево так можно. Но тем не менее, друзья, таким маленьким гравером я защищал такую огромную доску. Это то же самое, что зубной щеткой красит какой-то забор. И гравер, блин, еще работает, понимаете? Еще работает. Трэш. Не, ну это уже не работа, это уже мучение. Уходится время защиты. Но тем не менее, друзья, на самом деле я думал, что это будет какая-то детская игрушка. Что продуктивность вообще будет какая-то голимая. И нужно будет ставить как минимум сюда аккумуляторные батареи 4 Ач. Но тем не менее, вы сами увидели, что я сделал этим гравером. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Перед разборкой хочу вам показать, сколько здесь много резьбы на шпинделе. То есть, весь шпиндель в резьбе. Глубина шпинделя тоже впечатляет. Сейчас замерим и покажу. Пожалуйста, глубина шпинделя почти 20 миллиметров. Затаили дыхание и смотрим, что же там внутри. Оба-на! Так, друзья, добрался до двигателя. И первым, что у меня впечатлило, что стоит реально качественный двигатель RS380. И от торговой марки Liangye. Это фабрика в Китае, которая специализируется именно по таким движкам. Шуркоповертом и т.д. и т.п. Дальше, что интересовало меня и что интересует вас. Стоит на шпинделе подшипник. Подшипник, кстати, в демпферной резинке, чтобы было меньше вибраций. За это Днепрем реально жирный лайк. Блокировка шпинделя сделана из металла. Все полностью металлические, но претензий здесь тоже нет. Очень понравился этот момент. И думаю, вам тоже понравится. Видите, перед двигателем на каждом проводку стоит ферритовое кольцо. Это означает, что щетки будут служить дольше, так как эти кольца гасят искры. По плате управления также претензий нет. Все имеет свое посадочное место. Индикатор заряда. И здесь клеммы для аккумулятора. Друзья, все просто и надежно. И не нужно выдумывать никакой велосипед. И еще хотел отметить, что корпус сам по себе имеет очень много всяких разных ребров жесткости. То есть этот гравер также защищен от падений. Ну что же, будем подводить итог. Друзья, а итог будет очень простой. Этот гравер реально вытеснит с рынка гравер сетевой. Плюс вы сами увидели, какая у него продуктивность на аккумуляторной батарее 2 Ач. Сейчас шлифовал разные доски, отрезал болты, отрезал большие болты. Также резал арматуру, верлил, зачищал, потом еще раз зачищал. Ну, сами увидели, какая у этого гравера продуктивность. Также сами видите, что по нутрянке здесь все четко. На шпинделе стоит шариковый подшипник. Плюс стоит демпфорная резинка. Даже если этот подшипник заклинит, он не провернет это посадочное место. Вот здесь они тоже продумали. Также очень понравилось, что здесь есть индикатор заряда батареи. Ты видишь, в каком ты процессе сейчас находишься. И также нравится, что есть защита от дурака. И также защита от случайного включения. И мне не стыдно этот гравер рекомендовать, как на замену полноценного сетевого гравера. Потому что он будет служить со слезами на глазах от счастья. Ну, а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк. Подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного.